И у нас появляются архитекторы из сообщества архитекторов. Здравствуйте. Смотрите, вот так вот быстро. Дмитрий Вильямович Буш, академик РАСН, заслуженный архитектор Российской Федерации, главный архитектор проектного института «Арена». Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы посмели оторвать вас от творческого процесса, для того, чтобы поговорить об особенности проектирования спортивных объектов. У нас на носу чемпионат мира по футболу, и мы все только думаем о том, хватит ли нам тех спортивных сил, хватит ли нам арен. Скажите, пожалуйста, вот чем отличается, давайте такой узкоспециальный вопрос, чем отличается обычный стадион от стадиона, который строится, например, к чемпионату мира по футболу? Ну, обычный стадион, в основном мы себе представляем легкоатлетический стадион. Это, как правило, беговые дорожки вокруг футбольного поля, больше или меньше зрителей, а для чемпионата мира по футболу нам нужны чисто футбольные стадионы, это первое. Это значит, что за редким исключением это просто футбольное поле без беговых дорожек и без легкоатлетического ядра. И второе, вместимость в соответствии с регламентом FIFA, то есть 45 тысяч зрителей минимально, полуфинал 66, финал 86 тысяч зрителей. Вот основное отличие. Ну, то есть, кроме футбола, ничего на этом стадионе, по большому счету, не устроено? Не совсем так, потому что по требованию FIFA мы, когда проектировали стадионы чемпионата мира по футболу, получили специальное задание, которое заключалось в том, чтобы каждый стадион должен быть многофункциональным сооружением, который хотя бы частично может окупать эксплуатационные расходы, которые довольно серьезны при таких масштабах объектов. Поэтому во многих стадионах планируется многофункциональное использование, выставки, концерты, общепит, клубы, фитнес-центры, спортивные центры. А, то есть, это уже не столько спорт, сколько культмассовые патии? Отчасти, да. Патии. А ну, а сама-то арена, вот само поле, все-таки это только футбол, наверное, да? Ну, это не только футбол, это футбол и концерты, но у нас не очень популярен вот этот тип концертов, который с успехом практикуют в Европе, когда все поле застилают таким специальным паркетом, это такие щиты, на одни сутки их выкладывают, проводят концерт, людей выпускают на футбольное поле, зрителей, которые смотрят на арену, после этого быстро убирают, чтобы... Если там вживают... Ну, у нас просто... Подожди, как поле? Это нормально? Оно выдерживает? Это действительно? Да, оно выдерживает, только надо строго в определенное время после концерта убрать. Если задержать еще на сутки или на двое, то трава погибнет. Ну, есть стадионы с искусственными полями, но они для чемпионата мира по футболу не подходят. Требуется натуральный газон. То есть у нас будет... Дмитрий Вилеевич, а вы сказали, вот когда вам давали задание, а вот какие вы стадионы проектировали? Мы проектировали стадионы для чемпионата мира. Это фишт, который в Сочи, который мы же делали для открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. Кроме этого, Самара, Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург. Ну, вот сочинский стадион, а его пришлось переделывать под футбол? Пришлось переделывать, да, сильно. Как, если вы помните, над футбольным полем там была крыша, то есть весь стадион был превращен в такой крытый зал. Вот он виден здесь. Значит, на севере и на юге были построены громадные такие ангары, ну, карманы для декорации, откуда появлялись все декорации церемонии открытия и закрытия. И пришлось кровлю разобрать, карманы для декорации убрать и на севере и на юге сделать трибуны специальные, исходя из уже видимости футбольного поля, ну, со всем необходимым набором бизнес-ложи, буфеты, санузлы и так далее. Скажите, а это было изначально заложено в план или это пришлось импровизировать? Да, планировалось, когда мы проектировали стадион к Олимпиаде, заранее планировалось, что все временные сооружения, которые нужны для церемонии открытия и закрытия, будут разобраны. И была заложена возможность достроить его по футбольному формату. Ничего себе. А вот проектировать стадионы, это какая-то отдельная специализация для архитектора? Или это уже какая-то, если вы можете сделать стадион, то можете уже все что угодно спроектировать? Ну, скажем так, у нас в России есть не так много проектных институтов, которые занимаются проектированием крупных стадионов для Олимпийских игр и Чемпионата мира. Их, я думаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. В Европе чуть-чуть по-другому, то есть там бывает иногда, что проектная организация, которая не занималась стадионами, берется за такой объект. Хотя в основном 80% наверное это специализированные проектные организации. То есть нужно иметь опыт, как, скажем, для театров или, скажем, для больниц. То есть архитекторы, которые проектируют эти сооружения, должны иметь серьезный опыт. Ну вот интересно, и вот архитектор спортивных сооружений. То есть получается он живет хорошо, пока есть Чемпионат мира по футболу, а потом что? Архитектор спортивных сооружений, так как спортивное сооружение чуть сложнее, как и театры, чем жилые дома, офисы, рестораны и что-нибудь торговые центры, то он может это проектировать. Другое дело, что архитектор, который специализируется на жилых домах и офисах, ему намного сложнее спроектировать театр или стадион. Просто спортивный архитектор грустит, когда проектирует ресторан или офис. Скажите, а надо быть спортсменом, надо ли быть болельщиком, чтобы сделать нормальный стадион, чтобы, ну, как сказать, чувствовать его? Или достаточно опыта архитектора, да, для того, чтобы сделать хороший, удобный, практичный стадион. Вот уже около 25 лет мне каждый раз, когда заказчики предлагают выполнить проект какого-то спортивного сооружения, задают один и тот же вопрос. А вы сами занимаетесь спортом, а вы за какой клуб болеете? И я политкорректно отвечаю, не занимаюсь, не болею, улюзивок клубов нет. И это облегчает мне работу с любой федерацией спорта и с любым клубом. А, то есть, как-то, с нейтралитет, да, человек со стороны. Скажите, а вот Локомотив, нет, ваши самые знаменитые, вот, самые вот стадионы, которым вы гордитесь, которые самые, ну, известные? Ну, в Москве мы проектировали футбольный стадион Локомотив, футбольный стадион ЦСКА, хоккейный стадион Мегаспорт на Ходынском поле и конькобежный центр в Крылатском. И у всех, если не у большинства, если не у всех, там везде эти ванты, да, это вот ваша такая какая-то... Ну, у всех. Это, ну, это международная тенденция, которая связана с тем, что всегда сейчас, в последнее время, стараются сделать более легкое здание. А давайте конкретно мы сейчас... Или легкое по массе, реально? Легкое и по крыше самое главное, потому что, ну, значительную часть облика стадиона создает козырек, который размещается над зрительскими трибунами. Вот этот козырек можно сделать из металлических ферм или арок, или рам, или консолей, и вес металла будет на один квадратный метр крыши 150-250 килограмм. Если вы сделаете этот козырек с использованием вантовых конструкций, висячих каких-то оболочек, у вас вес металла будет в 4-5 раз меньше. Это будет видно и зрительно, и это же будет отражаться и на стоимости металлоконструкции. Давайте перейдем к конкретным примерам, чтобы не быть голословными и умозрительными. Вот, например, конькобежный стадион в Крылатском. Мы сейчас его покажем, а вы прокомментируйте, как там все на практике получилось. Там форма стадиона была выбрана полуциркульная. Это связано с тем, что трибуны при конькобежном спорте размещаются на одной стороне, где и старт, и финиш, значит, у конькобежцев. Поэтому мы сделали полукруглую форму и в центре диаметра, скажем, мы поставили мачту высотой около 70 метров. И от нее веером идут металлические ванты, которые поддерживают веером же расположенные дерево-клееные фермы. Деревянные? Верхний пояс – дерево, нижний пояс – металл. На наш взгляд, это, в общем, это достаточно такая, ну, неожиданная, что ли, с точки зрения работы конструкции схема. Оригинальная. Тем не менее, она довольно эффективная и довольно экономичная с точки зрения расхода материала, металла и дерева. Послушайте, ну, это вообще очень красивое, это произведение искусства. Вот эти все формы, линии. Любое произведение архитектуры пытается стать произведением искусства. Да, то есть вы… Это не всегда получается, увы. К сожалению. Но вы думаете об этом все-таки? Ну, да, и я, и мои коллеги пытаемся это сделать каждый раз. Да, хорошо, давайте теперь знаменитый мегаспорт на Ходынке. Посмотрим, как там все получилось. Мегаспорт отличается, как бы, такой структурой. Тут главное мы пытались сделать два таких пути, которые ведут зрителей на трибуны. Это два пандуса, широкие снизу, которые сужаются к верхним уровням, и по которым зрители могут попасть на любой уровень трибун. Когда вы покупаете билет, у вас либо красный, либо синий пандус. Вас ведет этот пандус, и на той отметке, потому что высота зала большая, около 30 метров, там, где ваш уровень, вы выходите с пандуса. Точно так же вы покидаете стадион. На наш взгляд, это намного более, ну, понятное движение, чем по многим лестницам. Да, достаточно вспомнить старый добрый олимпийский, какой ужас там войти выйти. Да, тут у вас, вы не можете заблудиться, и очень легко, и очень быстро зрители покидают, как бы, арену после матча. Хорошо, болельщики из Патака по красному пандусу, а Динамо по синему. Это уже вопрос отдельный, и цвета, как вы сами понимаете, и пандусов, и стадион, они из патриотических тут. А, кстати, вот вопрос разведения потоков болельщиков, это вопрос архитектора, ну, чтобы люди... Значит, на каждом крупном спортивном сооружении для чемпионата мира, для олимпийских игр, существует определенное требование безопасности, как разные группы болельщиков попадают на стадион, как они выходят, как они не должны пересекаться с тем, чтобы исключить, ну, понятные эксцессы. Это отдельная наука, и она, в общем, очень серьезная, и она требует очень больших систем, очень большого количества систем, то есть энтероскопы, металлодетекторы, ну, по объему это чуть побольше, чем в аэропорту, плюс камеры слежения. С тем, чтобы в любой момент, как только на трибунах происходит какой-то инцидент, значит, силы правопорядка, которые имеют опорные пункты на стадионе, которые имеют камеры задержания на стадионе, смогли молниеносно пресечь этот инцидент и развести всех куда следует. Вот настолько даже продумано. Это да. Ладно. Давайте в Питер, потому что в Москве мы тут это все перед глазами, а вот в Питере мы не скоро туда поедем, холодно же. Ледовый дворец в Петербурге. Все уже ожидают увидеть Зенит-арену, но нет, Ледовый дворец. Мы также принимали участие, правда, недолго в перепроектировании Зенит-арены, а Ледовый дворец, он проектировался к чемпионату мира по хоккей 2000 года. У него была не очень счастливая судьба, потому что первоначальная конструкция, которую вот вы видите на фото с макеты, это такие беленькие картонные макеты, это уже в реальности. То есть она была сильно упрощена в силу того, что был кризис, был дефолт, менялись генподрядчики, менялись с турецких на финских и так далее, что, как правило, влечет упрощение конструкции. Ну и, конечно, с нашей точки зрения, да... Мало что осталось, да, от проекта? Да, искажение архитектурного облика. Это бывает, к этому надо быть готовым, потому что это... Мы сами все понимаем, какая стоимость у такого стадиона, и что может произойти в процессе каких-то финансовых кризисов с подрядчиком или с его... Дмитрий Вильямович, ну вот мы, да, мы уже общаемся какое-то время с архитекторами, часто такая тема всплывает, что человек, ну, архитектор, есть проект, но это обычно домов касается жилых, нарисовал, что-то сделал, а потом уже все, архитектор в сторону, и вот подрядчик строит. А какое влияние архитектора на строительство вот при таких сооружениях? Кто упрощает конструкцию, кто ее... Ну, схема такая же, она не сильно отличается от строительства любых других зданий, поэтому может сложиться неблагоприятная ситуация, и вы не узнаете свой объект, как вот, например, в Питере, на проспекте Большевиков. Может сложиться более удачная ситуация, когда ваши планы будут выполнены на 80 или 90 процентов. А может сложиться... На 100 не бывает никогда. А может сложиться средняя ситуация, 50-60. Он будет похож, но утратит некоторые черты, которые... А вот эти сложности, вот, извините, зенит-арена, ну, это вообще, да. И вот с ледовым дворцом в Крылатском, там в Анте что-то у нее были проблемы. Это уже вот как раз из-за этой ситуации, что архитекторы не присутствуют при реальном строительстве? Это ситуация понятная, когда в процессе строительства генподрядчик пытается удешевить. Какие-то материалы, какие-то системы и какие-то отдельные изделия. Это у него не хватает денег, потому что с ним был заключен контракт на фиксированную сумму, сколько-то там миллиардов. И у него этих денег к концу не хватило. И поэтому он пытается удешевить отдельные элементы здания. Если он делает это, если это опытный человек, то он будет, ну, упрощать отделку помещений, менять вентиляцию. А если это не слишком опытный человек, он будет менять ванты или элементы несущих конструкций. Это приведет к понятным последствиям, к возможности в будущем аварийной ситуации. Непонятным последствиям даже. И что повлечет уже весь комплекс, как бы, последствий. Ладно. Серафим, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Так, специально для вас один из самых любимых москвичами спортивных объектов – стадион «Локомотив». О котором мы уже говорили, да. Да, давайте посмотрим. А вот там же был старый стадион, и вот это помогло как-то проектированию, или наоборот, это дополнительные сложности? Там было несколько стадионов. Первый появился там до войны, он был деревянный, потом был послевоенный, потом был стадион, построенный в конце 60-х годов. Вот это, наверное, нет, тут, наверное, его фотографий нет. Нет, это был стадион такой полутиповой, которые были в нескольких городах Советского Союза, легкоатлетический. И поэтому, когда футбольный клуб «Локомотив» обратился к нам с просьбой спроектировать чисто футбольный стадион по требованиям УЕФА, это Европейская Федерация Футбола, тогда пришлось, конечно, сначала мы планировали, что это будет реконструкция старого стадиона 60-х годов, но когда начали проводить обследование, вскрыли гидроизоляцию, значит, стали брать пробы железобетона, выяснилось, что там коррозия арматуры, в некоторых местах на 80-90% потеря прочности железобетона, и заказчик принял решение полностью разобрать старый легкоатлетический стадион и построить новый. Значит, решение тогда принимало руководство Министерства путей сообщения, это был Аксененко, министр тогда, и надо отдать ему должное, он пригласил меня, пригласил руководство футбольного клуба «Локомотив», и буквально в течение 10-15 минут принял решение о строительстве нового стадиона. И он был построен в очень короткий период, меньше двух лет. – Неожиданно возник раз, и вдруг я еще как проезжал мимо, смотрю, какая-то тарелка летающая. – Да, по тем временам круто выглядело. – Да, это было феерическое сооружение, вот сейчас-то уже привыкли, а раньше это было… – Ну, а вот то, к чему мы еще не успели привыкнуть, это веб-арена на Песчаной улице, вот про нее несколько лет. – Ну, это не мой стадион, поэтому мне довольно трудно комментировать, не мы его проектировали, поэтому это… – Хорошо. А вот этот вопрос вы часто упоминаете, ну, в связи с футбольными стадионами, требования UEFA и прочее. А ведь существуют еще наши какие-то стандарты строительные для стадионов, и они, по-моему, не менялись. – Они ужесточаются постоянно. Сейчас мы видим стадион ЦСКА на Ходынке, это наш стадион. – И там еще, кстати, да, бизнес-центр, жилой дом. – Это было требование футбольного клуба ЦСКА, чтобы в составе комплекса был не только, значит, футбольный стадион на 30 тысяч зрителей, но и значительное число, ну, коммерческих площадей, офисы, гостиницы, чтобы помочь как-то вернуть кредит, который брал футбольный клуб для строительства этого стадиона. – Тогда о стандартах попозже. А это вообще, насколько такая практика уникальная? – Она довольно редкая. Даже среди европейских и американских или там североамериканских каких-то спортивных сооружений это бывает, ну, один раз из там 40-50. Вместе с тем, в некоторых случаях она приносит, значит, искомый результат. Как мы надеемся, так же произойдет и на ЦСКА, потому что есть пересечение потоков, мы все понимаем, что люди приходят в офис, люди приходят на матч. Но на матч люди приходят в выходные дни вечером, в офис люди приходят и в гостиницу в рабочее время, как правило. – А жить там будут люди? Вот это, жить на стадионе? – Нет, нет, жить на работе будут жить, просто на халяву футбол посмотреть. – Конечно, это просто должны быть жилые блоки для фан-клубов прямо там. – И все-таки вот по поводу стандартов, старых, новых и требований УЕФА, насколько это все сочетается и насколько это все усложняет работу? – Значит, я могу так сказать, что по спортивным сооружениям наши нормы и правила, они жестче всех. – Они жестче требований ФИФА, Международной Федерации Футбола, жестче требований УЕФА, жестче требований Международного Олимпийского Комитета. И в основном это ужесточение касается двух позиций. Первое – безопасности. Это касается противопожарных мероприятий и безопасности в плане контртеррористических мероприятий. Нигде нет таких жестких требований. И второе – это очень жесткие требования к несущим конструкциям здания. – Отлично, это понашнее. – То есть, чтобы не было, чтобы не провисали, чтобы не рушились конструкции под трибунами, над трибунами. Вот для этого выработана целая система мер, которые страхуют от этого. – Потом это же с запасом на рок-концерты в будущем, вот эти стадионы. – У нас все-таки будут же когда-нибудь, кто-нибудь, кто сможет провести... – В чате спрашивают. – Давай. – Давайте, да. А над какими проектами вы работаете сейчас? – Ваши творческие планы, да. – Ну, сейчас у нас в процессе строительства четыре стадиона, которые вот для Чемпионата мира. Это Самара, Волгоград, Нижний и Екатеринбург. Они уже, строительство их заканчивается буквально в течение нескольких месяцев, потому что стадионы должны быть сданы весной уже FIFA, потому что летом будет Чемпионат мира. Ну и кроме этого, мы сейчас проектируем очень интересный объект. Нам поручили строить Ледовый дворец в Ташкенте. – Ого. – Это большой, на 12 тысяч зрителей, которые примерно такого масштаба, как Мегаспорт или Конькобежный центр в Крылатском, со всеми современными требованиями. – А там будет какая-то этническая составляющая? – Нет, они хотят современное сооружение. – А скажите, ну тогда инсайдерская информация. Узбекистан хочет стать хоккейной державой? – Да? – У них есть команда, они хотят развивать хоккей, они хотят принимать участие в чемпионатах, и в перспективе, может быть, принять какие-то чемпионаты. Ну, Азии, сейчас сложно сказать, на какие они могут претендовать, но планы именно такие. И судя по тому, как энергично они взялись за проектирование и строительство стадиона, они хотят построить его за год с небольшим. То есть это будет, наверное, почти абсолютный рекорд, но на территории России и стран СНГ это будет точно рекорд. Давайте в книгу рекордов Гиннесса смело. – Здорово. – Вопрос еще один личный. – У меня тоже личный вопрос. – Личный? – Личный. – И он, простите меня, до личного. – До личного дошли. – Я пойду тогда. – Мы вас объявили академиком РААСН, а мы не знаем, как это расшифровывать. – Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук. – Мы должны это знать. Теперь ваш вопрос. – Все, у тебя был последний вопрос. У меня ведь был такой личный. – Хорошо. – Ладно, ну пока... – Наверное, билеты достать. – Да, да. Ну я же хотел спросить, неужели вы не имеете квоту на... – Вы позвоните после эфира, мы договоримся. – У нас есть ваши телефоны, а ваши обещания, оно уже все. – Сейчас побежишь в третью студию. А сейчас к вам Орехов придет. – Спасибо большое. – Спасибо. – Благодарю вас за столь стремительный, очень концентрированный по информативности ваш рассказ. Прямо окунулись в тему. Спасибо. – Спасибо. – Спасибо, до свидания. – Дмитрий Вильямович Буш, академик Арх... – Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук. – Да, Орехов, именно так. Заслуженный архитектор Российской Федерации, главный архитектор проектного института «Арена». – Спасибо большое. – Гарант нашего светлого и счастливого чемпионата мира. – Спасибо большое, до свидания. – Спасибо вам большое.